Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале новой торговой пятидневки. Приветствую, разумеется, как и всегда, с огромным удовольствием. Хочу отметить, что эта неделя не будет у нас исключением в плане того, что событий будет очень много, но, может быть, даже событий этой пятидневки будут превосходить тот фундаментальный фон, который мы анализировали в последней неделе. И это связано с тем, что нас ожидают очередные итоговые протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США, но еще, конечно же, симпозиум в Джексон-Холле. Напомню, что это мероприятие может оказаться настоящей фундаментальной бомбой. И говорить это, точнее делать выводы об этом, мне позволяет практика последней конференции. Напомню, что в течение, скажем, последних выступлений многих представителей ФРС и ЕЦБ мы как раз услышали о самых прорывных решениях именно в ходе их речей на, соответственно, этом выступлении. Что касается конкретики, напомню, что несколько, точнее даже около полутора лет назад, может быть, даже чуть больше, представитель ФРС сообщил о том, что они начинают сворачивать программу количественного смягчения. Также в Джексон-Холле мы услышали о том, что Марио Драги, который является президентом Европейского центрального банка, анонсировал, по сути, на ней новые меры экономического стимулирования, точнее сообщил о том, что экономика вполне готова к тому, чтобы их запустить. И связано это было как раз с удручающей статистикой и очень слабыми показателями по индексу потребительских цен. Поэтому я считаю то, что нам нужно обратить максимум внимания и, соответственно, на это событие, может быть, даже ключевое. И вполне возможно, если мы ориентируемся как раз на судьбоносное решение со стороны ФРС и Европейского центрального банка, какую-то конкретику мы как раз услышим вот уже до конца этой недели. Что касается протоколов ФРС, разумеется, поближе к торговой сессии среды мы поговорим о них более подробно. Но сейчас еще раз напомню, что, разумеется, мы фокусируемся также на конкретике по конкретным моментам и срокам повышения краткосрочных процентных ставок. И, разумеется, сейчас это событие является номер один для финансовых рынков. Что касается сценария нашего брифинга, разумеется, произнесу кодовое слово. Оно позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение. Это бонус плюс тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, достаточно будет связаться с вашим персональным менеджером, произнести этого кодового слова и потребовать получения этого бонуса на пополнение. И также хочу анонсировать свой вебинар, поскольку сегодня у нас понедельник, разумеется, он пройдет, как и всегда, в 16.30 по московскому времени. Мы еще раз пробежимся по общему фундаментальному фону прошлой недели. Коснемся основных событий, поскольку, еще раз напоминаю, ключевые события обладают таким резонирующим эффектом и сказываются на динамике рисковых активов не только в момент публикации, но еще спустя какое-то время. Поэтому сейчас, учитывая, что мы уделяем максимум внимания статистике американского происхождения, ведь все-таки готовимся к повышению процентных ставок, я думаю, что освежить в памяти именно ключевой фундамент будет не лишним. Коснемся, конечно же, также основных событий этой недели. Ну и заключительным слайдом я представлю вам краткосрочные цели до конца этой недели по основным валютным активам. Соответственно, к вашему видению рынка это будет дополнительным подспорьем, что в целом позволит сформировать более объективное представление касательно тех ориентиров, целей, которыми можно руководствоваться в рамках текущих предстоящих пяти дней. Ну и что касается нашего брифинга, давайте, собственно, переходить к нему. Напомню, что начинаем мы традиционно, чтобы не нарушать сценарий с наших первичных активов. Это динамика, соответственно, нефти и российской валюты. На текущий момент видим то, что актуальные котировки по Brent находятся в районе 48-62. Это многолетний минимум. По сути, торговая сессия пятницы оказалась еще одной разгрузочной для позиции черного золота. Мы прекрасно понимаем, что сейчас общий фундаментальный фонд создает куда больше оснований для еще большей коррекции. И каждую неделю, когда мы анализируем, по сути, дополнительные инфоповоды, появляющиеся на рынке, мы только убеждаемся в том, что черное золото – это явный аутсайдер среди рисковых активов. И, разумеется, дополнительно дровишек в топку этой идеи подкидывает Китай с, по сути, констатацией серьезнейших экономических проблем, которые уже привели к катастрофическому спаду по темпам экономического роста. Про Китай мы также поговорим чуть позже. Что касается нефти. На самом деле, за последние несколько дней фундаментальный фонд не изменился. Потому что, если бы, скажем, это было не так, разумеется, мы бы увидели какой-то повышенный спрос, интерес к этому активу вот уже буквально на азиатской торговой сессии. Но этого сейчас не происходит. Соответственно, вывод можно сделать один. Рынок, разумеется, точнее медведи не хотят отпускать те цели, которыми сейчас руководствуются по этому активу. Прекрасно понимают, что, опять же, общий информационный фонд создает больше оснований для более глубокой коррекции. Мы поставили цель, возможность даже движения бренда в район 46-47 долларов за баррель. Пока от этой идеи не отказываемся. Потому что знаем, что сейчас ключевым триггером движения этого актива, разумеется, остается переизбыток предложения. Этот фонд побороть практически сейчас нечему. Мы отметили, что единственное, из-за чего мы сможем отказаться от медвежьей коррекционной идеи, это какие-то позитивные явления, которые будут характерны для мировой экономики в целом, которые позволят нам в ином свете взглянуть на потребление и, может быть, предположить, что как раз вот это избыточное предложение синхронизируется с тем спросом, который может быть со стороны мировой экономики. Но сейчас этого нет. Еще раз напомню, что последняя оценка Международного валютного фонда уже говорит о том, что в 2016 год при сохранении текущей тенденции мировая экономика войдет с понижательными рисками для темпов экономического роста. Напомню, что за последние полгода она просела уже на 2%. Это самое серьезное снижение за такой незначительный период с 2008 года. На фоне того, что сейчас наблюдается в Китае, да и, в принципе, в еврозоне, также объективная слабость на фоне последних макроэкономических данных, я считаю, что в целом прогноз Международного валютного фонда реален, объективен и абсолютно обоснован. Я также считаю, что можно делать ставку на еще большую просадку мировой экономики. Поэтому в 2016 год, скорее всего, мы войдем с теми же самыми рисками, которые сейчас закладываются в динамику нефти. И, разумеется, может быть, увидим еще более глубокие ценовые ориентиры, уже реализованные в динамике этого актива. Из дополнительных новостей хочу отметить комментарии в это воскресенье, то есть вчера, которые были сделаны со стороны представителей ОПЕК. И эти комментарии направлены на следующее информационное русло, что при снятии финансово-экономических санкций с Ирана, об этом мы уже говорили достаточно много, нефтяной картель ОПЕК может легко повысить квоту по дневной выработке нефти с 30 миллионов баррелей в сутки до 33. И по факту мы сейчас уже даже без Ирана знаем, что эта квота превышена, и объемы добычи нефти опять в рамках нефтяного картеля составляют около 32 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, имея основание предположить, что Иран при снятии санкций может задействовать все производственные мощности и увеличить выработку с текущих 800-900 тысяч, может быть, до 3-4 миллионов баррелей в сутки, и, разумеется, эти идеи также являются весьма обоснованными, и мы делали ставку на еще большее избыточное предложение, опять же, по причине нового игрока еще много месяцев назад. И сейчас, в принципе, эти идеи подтверждаются. Может быть, тем самым рынок уже готовит трейдеров к тому, что не нужно разворачивать, точнее, изменять своим коррекционным идеям, не нужно делать ставку на какой-то позиционный рост, потому что, опять же, текущий фундаментальный фонд создает все большее основание для еще более глубокой коррекции. Что касается количества буровых в США, каждую неделю, в понедельник мы возвращаемся к данной статистике, и последние 5-6 недель мы точно констатировали факт прироста. На текущий момент тенденция также не изменилась, за последнюю неделю количество буровых увеличилось на 2 до 672 нефтяных выжиг. Соответственно, еще один негативный фактор для нефти, который, наверное, будет сказываться в динамике этого актива. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что пока что на текущий момент все-таки продолжаем делать куда большую ставку на дальнейшую коррекцию и о снижении актива в район 46-47 долларов за баррель. Что касается рубля, здесь понятно, если у нас ключевая идея, которая используется для объяснения динамики рубля, нефть, разумеется, ожидая еще большую просадку по нефтедовому активу, нужно ожидать такого же параллельного витка девальвации и для рубля против основных конкурентов доллара и европейской валюты. Сейчас мы видим то, что на премаркете рубль уже выше 65, точнее, пара USDRAP выше 65-10, может быть, даже 65-15 или 20. Наверное, это также связано с тем, что нефть все-таки больше приседает на азиатской торговой сессии. Опять же, это больше объясняется той ключевой идеей, которую мы сейчас транслировали на будущее нефти. Факторы поддержки для рубля сейчас появились, потому что мы все-таки уже входим в период налоговых поступлений со стороны российских экспортеров, исполнения налоговых обязательств, и, разумеется, факт конверсионных сделок будет провоцировать повышенный спрос на рублевую ликвидность. Поэтому сейчас в качестве каткосрочных факторов я бы все-таки обозначил больше фундаментальной поддержки для российской валюты. И на фоне, скажем, отсутствия каких-либо макроэкономических аргументов, факторов, которые могли бы поддержать позиции рубля, сейчас все-таки этот аргумент есть, этот фактор присутствует на рынке. И, может быть, российская валюта, разумеется, захочет воспользоваться им сполна. Налоговый период стартует, можно сказать, уже сегодня. Пик платежей придется на 25 августа, это следующий вторник. И, разумеется, если рубль сможет, соответственно, слегка использовать эту фундаментальную составляющую, я бы все-таки краткосрочно, скажем, на ближайшую неделю-полторы сделал ставку на укрепление рубля против основных конкурентов. Поэтому USDRAP, наверное, быть может при сохранении консолидации нефти рядом с теми уровнями без глубокой просадки, то есть с теми уровнями, на которых нефть торгуется сейчас, может быть, пара USDRAP сможет двинуться в район 62-62,5. То есть, по сути, эта возможность отбить у доллара 2,5 рубля, это, конечно же, неплохой позитивный рубок для российской валюты. Но, разумеется, об этом сразу же можно будет забыть, если все-таки нефть продолжит терять и до конца этой недели окажется уже в районе 47. Тогда, разумеется, российская валюта, как бы ей не хотелось использовать общий, позитивный для нее фундаментальный фонд, к сожалению, сделать этого не удастся. Потому что, опять же, с коррекцией нефти, к сожалению, сейчас бороться будет очень трудно. Ну и, может быть, еще один фактор, который для кого-то станет причиной, вследствие которого можно будет закрыть глаза на налоговый период, это все-таки, опять же, выплата российского корпоративного сектора по своим долговым обязательствам перед международными критерами. Поэтому сейчас спрос на рублевую ликвидность может быть нивелирован как раз исполнением долговых обязательств со стороны, опять же, российских компаний и государственного сектора. Но я считаю, что все-таки про выплаты мы говорили уже довольно-таки давно. Прекрасно знаем, что они могут составить и составят до 15 миллиардов долларов. Конечно же, сумма очень серьезная. Но все-таки это август и начало сентября. А налоговый период, по сути, полторы последующей недели. Может быть, рубль сначала все-таки воспользуется этой возможностью. Поэтому резюмируем. Если нефть сохраняет свое ценовое значение на текущих уровнях, не получает, скажем, оснований для еще большей коррекции, демонстрирует консолидацию, значит, переключаемся на налоговый период в России и делаем ставку на укрепление рубля до уровня 62,5. Но потом, как только налоговый период сойдет с повестки нашего обсуждения, снова тогда переключимся на прежний фундаментальный фон, который будет создавать больше оснований для дальнейшей девальвации. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Напомню, что в пятницу у нас оказалась торговая сессия «День ВВП». Мы анализировали темпы экономического роста по Германии и по еврозоне в целом. Поэтому давайте теперь по факту пробежимся. По Германии 0,4% против прогноза 0,5%. Что касается еврозоны, 1,2% по факту против прогноза 1,3%. То есть статистика хуже прогнозов. В целом можно сделать простой вывод о том, что еврозона, конечно же, продолжает терять прежние стимулы экономического восстановления, сбавляя действительно обороты этого экономического расширения. Да и, в принципе, мы уже неоднократно констатировали ту слабость, которая характерна для всего валютного блока. Достаточно вспомнить последние отчеты по промышленному сектору, по бизнес-ожиданиям, бизнес-доверию и розничной продаже. Радоваться там, безусловно, нечему. Поэтому можно предположить, что все-таки ситуация с Грецией не прошла бесследно для экономики валютного блока. Китай также создал дополнительную порцию негатива и транслировал риски на глобальную экономику в целом. Разумеется, еврозона их также подхватила. И все это выливается в те фундаментальные показатели, по сути, барометры состояния европейской экономики, что, в целом, позволяет нам делать еще большую ставку на объективную слабость. Еще один отчет, на который мы обращали достаточно много внимания, говорили о нем, это, разумеется, данные по инфляции в еврозоне. Здесь также радоваться нечему. Точнее, мы получили серьезный негативный фонд, потому что в месячном эквиваленте инфляция оказалась на отрицательной территории, то есть в зоне дефляции минус 0,6%. Прогноз предполагал, что этот показатель останется на нулевой отметке. Соответственно, если риски дефляции, даже можно говорить уже по факту, дефляция состоявшаяся и снова актуальная для экономики валютного блока, имеет место быть, значит, можно, скажем, придать еще больше, скажем, оснований той фундаментальной идее, которая предполагала возможность задействования дополнительных экономических стимулов со стороны Европейского Центрального Банка. Напомню, что программа количественного смягчения, которая уже действует, была, собственно, и направлена для того, чтобы попытаться увеличить денежную массу, баланс Центрального Банка и справиться с рисками дефляции, потому что дефляция является причиной, бьющей по потребительской активности. Программа количественного смягчения на текущий момент действует уже полгода, и мы видим то, что, по сути, результат нулевой, но, быть может, наверное, дефляция еще связана с тем, что оцены на энергоносители серьезно просели, но это уже, скажем, такой второстепенный фон, мы понимаем то, что текущих мер, которые задействуются со стороны ЕЦБ, их недостаточно, и, быть может, значит, европейскому мегарегулятору придется сделать еще несколько шагов в сторону задействования дополнительных инструментов и в попытке, конечно же, поднять уровень инфляции. Если это произойдет, на этом мы делаем значительную ставку, значит, можно будет ожидать глубокой коррекции европейской валюты и движения ниже уровня 1.10, потом у нас цель 1.08 и, соответственно, долгосрочная цель возвращения, точнее, движения в район 1.05. Последние 6-7 торговых сессий, хотя, скажем, если вернуться к началу прошлой недели и позапрошлой недели, мы видели то, что пара евро-доллар восстанавливалась и, в частности, объясняли, с чем это было связано. Сейчас мы видим то, что евро-доллар корректируется с локального хая 1.12.13, который был зафиксирован. Пара уже, точнее, доллар у европейской валюты отбил больше 120 пунктов. Текущие актуальные котировки примерно в районе 1.11. И я все-таки предлагаю не отказываться от идеи, которая направлена на ожидание просадки европейской валюты. Потому что с точки зрения фундаментального фона оправдать усиление позиций европейской валюты дальше будет очень сложно, точнее, практически невозможно. Ведь все-таки с Китаем ситуация вроде бы как решена, поскольку Народный банк Китая в пятницу сообщил о том, что вот этот цикл девальвации пока прекращен, ситуация с финансовым сектором стала более устойчивой, и мы увидели соответствующее усиление позиций доллара. В связи с этим, потому что трейдеры стали снова уходить из защитных активов и перекладываться в те фундаментальные идеи, которые мы анонсировали довольно-таки давно. Поэтому сейчас от нашей долгосрочной коррекционной идеи по евро я советую не отказываться. Да, терпеть просадку. Она, конечно же, последовала, скажем, против тех ожиданий, которые мы закладывали. Но все-таки сейчас, опять же, возвращаясь к общей фундаментальной картине, разумеется, я думаю, никто не будет спорить куда больше оснований для того, чтобы придерживаться прежних медвежьих взглядов, которые должны стать причиной движения пары евро-доллар ниже уровня 1.10. Что касается пары USD-йена, также откройте графики. На текущий момент мы видим то, что пара торгуется в районе 124.50, то в целом это уровень, на котором пара находится довольно-таки давно. Доллар явно собирается силами для того, чтобы все-таки отличиться стремительным ростом, закрепиться выше отметки 125 и пойти еще выше. Наша долгосрочная цель, точнее, может быть, даже среднесрочная, это 126. Долгосрочная – это куда выше, где-то в районе 130 йен за 1 доллар. Из дополнительных факторов поддержки, усиливающих правильные ожидания по этому тандему валютных активов, стоит отметить последние данные по промышленному производству в США в пятницу. Отчет очень хороший, потому что мы увидели, по сути, прирост на 0,6% в месячном эквиваленте против прогноза 0,3%. Поэтому вспоминаем еще активность в сфере услуг по АСМ и маркет, активность в производственном секторе, также АСМ и маркет, роничные продажи, потребительскую активность. И в целом у нас достаточно оснований, чтобы придерживаться прежней бычьей идеи по американской валюте. Напомню, что в эту среду нас ожидают протоколы. Больше, надеемся, конкретики со стороны представителей ФРС. И если, скажем, услышим со стороны Федеральной земной системы намеки на то, что статистика, в принципе, удовлетворяет мнению и, скажем, требованиям экономики в целом, мы, скажем, будем транслировать с еще большей активностью идеи, связанные с ростом американца. Поэтому ждем закрепления пары USD и иена выше уровня 125. Я думаю, что при определенном развитии ситуации, скажем, при определенном сценарии и должной поддержке для доллара по факту протоколов, мы сможем оказаться выше этого рубежа уже до конца этой недели. Ну, еще пару слов хотел сказать про фунт. Сейчас, поскольку мы получили достаточно, скажем, конкретных сообщений со стороны Банка Англии о инфляции и ожидании по росту процентных ставок, разумеется, сейчас ключевым драйвером движения фунта против доллара будет все-таки как раз поведение американской валюты. Потому что фунт также сейчас больше ориентируется на общие рыночные настроения, а общие рыночные настроения, опять же, по причине ожидания протоколов будут задаваться американская валюта. Если доллар получит поддержку, на что мы делаем большую ставку, разумеется, фунту придется активно сдавать свои позиции, собственно, так же, как и другим рисковым инструментам. Несмотря на то, что пара сейчас торгуется выше уровня 1,56, мы все-таки ожидаем движения, коррекционного движения по этому тандему валютных активов и закрепление пары фунт-доллар ниже уровня 1,55. И еще про новозеландца. Также откройте графики, посмотрите. Актуальный уровень сейчас 0,6550. В целом, наша идея краткосрочного характера, коррекция этого новозеландца против доллара до уровня 0,65 уже практически реализована. Я думаю, что также при усилении позиций доллара мы сможем увидеть как раз и реализацию этой инвестиционной идеи также до конца этой недели. Ждем уровень 0,65. Наша долгосрочная идея – это движение ниже 0,63, а может быть даже и в район 0,60. Я думаю, что до конца, скажем, первого квартала 2016 года эта идея имеет много оснований и вероятности для того, чтобы быть реализованной. Ясно? Вопросы есть? Ну, если нет вопросов, давайте тогда вернемся к нашему кодовому слову. Сегодня это Китай, величина бонуса 5%. Соответственно, чтобы воспользоваться этим бонусом, еще раз напоминаю, достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребовать его получения на пополнение. Ясно? Большое спасибо за внимание. Ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.